В 1989 году, когда возникает первая необходимость защищать республику от молдавских агрессоров, появляются отряды народного ополчения. Одним из инициаторов создания в Бендерах был Георгий Егоров. Именно он сумел собрать и организовать невоенных людей в настоящую дружину, которая в итоге отстояла молодую республику. «Мы безоружные были, у нас не было оружия. Они до дубов вооруженные зашли сюда и на бронетехники. Около пяти тысяч этих волонтеров пошли на Бендеры. Ну и мы собрали своих, подняли тысячи, и терраспольчане пришли. Вот первая стычка была, и первая, кажется, стычка показала, что когда мы дружны, когда мы едины, вот тогда у нас сила есть, и мы можем, так сказать, отстаивать свои интересы». Инженеры и врачи, рабочие заводов, фабрик. В основе народного ополчения были простые люди, которые никогда не держали в руках оружие. Тысячи бендерчан записались тогда в отряды добровольцев. Из восьми батальонов народного ополчения четыре были созданы в Бендерах. Они и приняли основной удар молдавских агрессоров. Защищая город, погибли более 400 человек. Из них 116 ополченцев. «Народное ополчение, оно было сформировано на основе рабочих отрядов, которые еще были созданы на предприятиях в 1989 году. Люди, которые пришли в народное ополчение, они пришли туда не по приказу, не по повестке, а по зову сердца, за что им, конечно, очень большое спасибо от горожан. Оно сыграло непосредственно очень большую роль в становлении нашей республики». Народное ополчение – это надежная сила. Они и сегодня остаются в строю, хранят мир на нашей земле, передают свой опыт и знания молодому поколению. О подвиге тех ополченцев, ценой жизни отстоявших мир в 90-е, город не забудет никогда. В память о каждом погибшем на минуту бендерчане погрузились безмолвия. К мемориалу легли ярко-алые гвоздики. «Этот день нужно, конечно же, помнить. Помнить о тех людях, которые в составе народного ополчения сумели доказать, что мы имеем право на жизнь и по своим правилам, законам разговаривать на том языке, на котором говорим, и строить жизнь так, как мы хотим. Сегодняшняя роль народного ополчения заключается в том, что в любой момент народное ополчение готово стать на защиту своей страны, своего города и своего народа, так же, как это было в 92-м году». Среди почтивших память ополченцев и те, кто родился намного позже печальных событий на Днестре. Молодые люди слышали о народном ополчении на уроках истории. Они хорошо знают, благодаря кому сегодня в нашем городе мир. «Мы сегодня пришли, чтобы отдать дань памяти за тех, кто погиб, защищая нас и наш город. Народное ополчение выступило против агрессии Молдовы. Они защитили наш город, наше будущее. Мы их никогда не забудем». За проявленное в боях бесстрашие героизм народное ополчение удостоено высшей награды страны – Ордена Республики.